Тревожная кнопка нажата. В эфире ОНТ выпуск криминальных новостей и резонансных происшествий. В студии Сергей Лопаницын. Здравствуйте. И сегодня расскажем про столичного менеджера, которая занималась подбором клиентов для девушек, оказывающих интимные услуги. А также опасные игры подростков «Неверный путь». Кладмены на контроле. Новые задержания. Что такое кража по-женски? И рубрика «Их разыскивает милиция». Кто под подозрением на этот раз? Партнер программы – Мозырьский нефтеперерабатывающий завод. От совершенства технологии к качеству продукции. Менеджер, как правило, планирует коммерческую или производственную деятельность, мотивирует персонал, контролирует выполнение заданий, ведет документооборот. Но вот что входит в обязанности менеджера по интимным услугам? Подбор клиентов для проституток и предоставление апартаментов для оказания сексуальных услуг. Всем этим занималась 36-летняя жительница столицы. «На протяжении года фигурантка организовал подобные условия двуменчанкам 20 и 25 лет. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за создание условий для занятия проституцией». Интим-менеджеру грозит до пяти лет лишения свободы. Две ее подопечные привлечены к административной ответственности. Опасные игры. В Минском районе на железнодорожной станции Ратомка произошло экстренное торможение поезда. К счастью, обошлось без жертв. Что стало причиной? Игра. Трое подростков, одному 14, двоим по 13 лет, решили посмотреть, что произойдет, если накидать доски на железнодорожные пути. Родители всех школьников были на работах и даже не подозревали, чем занимаются их сыновья. Результат такой игры – уголовное дело за злостное хулиганство в отношении 14-летнего подростка. Поскольку двое 13-летних еще не достигли возраста ответственности, рассматривается вопрос о привлечении к ответственности родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию. В следующем эпизоде вопрос об ответственности не требует рассуждений. В Минске задержаны двое наркозакладчиков. В Мятельском районе – садовод с семью мешками конопли. Наркоконтроль с поличным задержат двоих безработных минчан. Одному 28, второму 29 лет. При них и в тайниках-закладках обнаружат мефедрон и разовые дозы гашиша. Мужчины сообщили милиционерам, что проработали наркокурьерами всего две недели. Также установлено, что один из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. А в Мятельском районе еще один 41-летний минчанин нашел применение пакету с пакетами. Оперативники задержали его с семью мешками конопли. Общий вес – 3,5 килограмма, плюс марихуана, конечно же. Урожай вырастил сам. На веселой полянке обнаружили еще шесть кустов конопли. По всем фактам возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Если женщина поставила перед собой цель, она ее обязательно добьется. Вопрос цены при этом не особо волнует. В Минском районе, например, женщина захотела украсть почти полторы тонны комбикорма. Кража вскрылась на очередном рейде по отработке оперативниками аграрно-промышленного комплекса. Дома, в сарае, у одного из должностных лиц молочно-товарной фермы, лицом и оказалась 53-летняя женщина, найдены мешки с комбикормом. Вывозила она его на протяжении нескольких месяцев на собственном автомобиле для личных нужд. По данному факту проводится проверка. И рубрика «Их разыскивает милиция». В Молодечно мужчина приобулся, но не заплатил. Сейчас он в розыске. Инцидент произошел 7 августа в одном из торговых центров Молодечно. Мужчина выбрал понравившиеся ботинки, две пары и с коробками в руках вышел из магазина, не оплатив товар. Сумма ущерба порядка 300 рублей. Если вы узнали человека на видео, сообщите по указанным телефонам. А в Борисове под подозрением две девушки. 13 августа около 22.00, находясь во дворе дома номер 8 по улице Чапаева, они повредили лобовое стекло в автомобиле «Хёнде». Вам знакомы эти девушки или вы обладаете информацией об их местонахождении? Позвоните по телефону, который вы видите на ваших экранах. Конфиденциальность гарантируется. Партнер программы – Мозырьский нефтеперерабатывающий завод. От совершенства технологии к качеству продукции. Это всё на сегодня. Ежедневно тревожная кнопка рассказывает хронику в нашем телеграм-канале. Эфирный обзор ждёт вас утром, по вторникам и четвергам. Мы подводим итоги по пятницам на ОНТ. Будьте бдительны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова